Всем здорова сегодня, с вами я Zodrot, и я сегодня хотел бы обсудить такую интересную тему, как борьба консольщиков против БКшников, и я хотел бы сразу заявить, что у меня есть и то и то, короче, я имею и консоль, и БК, и GTA у меня куплена и там, и там, так что я являюсь таким нейтральным человеком, так что мне и там, и там нравится сама эта игра. Плейстейшене, сам по себе, я прошел в игру еще в день, когда она была порти... ну, то есть, выпущена, не портирована, а именно выпущена. Я не знаю, почему все спорят и говорят, что БКшники соснули из-за того, что на консолях она вышла раньше, но так, по сути дела, как бы она вышла позже на консолях, если бы она вышла на БК первым. По сути дела, Горок Стару плойки и, ну, Майкрософт и Плейстейшен отвалили энное количество денег за то, чтобы вначале было портировано на их приставки тем, чтобы сделать мини-эксклюзивчики. Горок Стару что, им нормально, им деньги капают. Если вы не заметили, то там было больше, по-моему, 150 миллионов копий было продано только на консолях. На ПК я не знаю, сколько было продано копий и врать не буду, потому что я как-то не успел посмотреть, мне не хватило времени. Сейчас я играю на версии ПК и я могу честно сказать, что отличие от плойки четвертой или же Xbox, который One... Ну, Xbox One я не смог точно проверить, потому что я так просто по слухам слышал, что они идентичные, поэтому в итоге могу заявить точно... Отличие вы можете увидеть только, если у вас все абсолютно стоит на ультра. И другого ничего не может быть, потому что это полный капец. Чтобы просто все поставить на ультра, у вас, помимо всего, это должно быть довольно мощное ПК кино. По сути дела, у вас должен быть реально мощное ПК, помимо всего этого, у вас должны быть крепкие нервы. Потому что поначалу, когда я настраивал все ее ПК, вот то, чтобы у меня работала вся эта байда, мне пришлось реально постараться из-за того, что у меня ПК не самый мощный, но все же я смог выжить на высоких параметрах, считай, ну, 30-60 FPS у меня стабильно при записи. Этого достаточно, чтобы записывать, и когда я играю, мне хватает того, чтобы... поиграть, как говорится. Самое смешное то, что... Самое смешное то, что... Нету того, что... ПК-шники чем-то отличаются от консольчиков. Да, я признаюсь, сервера совмещенные, поэтому... Вообще разницы нету, и особенно тем, что в случае, что... Когда сервера соединяются, и если вы играете на джостики, ну, это ваши проблемы, у вас нету. И вы попадаете в не очень интересную ситуацию, против человека, который играет на мышке, и играть на джостики. И, по-моему, это довольно-таки сложно. Ну, по крайней мере, мне, потому что на джостики я играю очень мало, и... И для меня... На джостики игра... Это не является сильно... Легким. Что там происходит? Эй! Что эти шоколады делали там? Я скажу тебе, что... А, во-вторых, во-вторых, почему я не работаю на ее задней пламени? А? А что ты говоришь? А, как бы я закрепить эти шоколады, и от твоих волос, большой парень? Это парень действительно началась! Вау, вау, окей! Круто, круто, круто! Стоп! Ха-ха! Дигаторе вору... В общем-то, само по себе, игра GTA 5 представляет собой просто... Просто развлечение, и поэтому спорить о том, что... То есть просто со... Эти пк-шники соснули от того, что она вышла позже. Какая разница? И говорить... Говорить этим... Консольщикам, что они соснулись из-за того, что оказалось на деле... GTA 5, портированная на ПК... Не было того, что она была портирована. Было только то, что она была с самого начала создана на ПК. Не было того, что... ПК-шники... Ну, ПК-шники в каком-то смысле, как раз таки ПК-шники мы сейчас соснули. В том плане то, что... Консольщики еще прошли эту игру в 2013. Мы же... Смогли ее пройти только в 2015. То есть, считай, два сраных года мы ждали. Жаль того, что выйдет на ПК, и также... Это... Ну, это как минимум глупо. И говорить, что кто-то из каких-то... Любителей... Кто-то из консольщиков, кто-то из ПК-шников... Нету такого. В каком-то смысле мы все немножко снули. ПК-шники в том, что... По поводу сюжета они... Ну... Ну, два года разницы. Пацаны давно на плойке уже прошли. И... Я когда-то... Считай, два года назад я покупал себе плойку. Думал, что какие-нибудь эксклюзивы, типа, одни из нас поиграть. В итоге, когда вышла GTA V, я не ожидал. И я сразу же купился на GTA V. И это было прикольно. Чтобы показать, что я сейчас играю на ПК, Вы можете спокойно посмотреть... Мои настроечки и... Это геймпад. А вот у меня мышь-клавиатура. Вот у меня все стоит под... Клаву. И нету того, что... Это и является плойкой. Это и является ПК-версией. Я играю на ПК-версии только из-за того, что... Ну, мне сейчас проще на ней играть, так как я привык уже к клаве. И... Играть на клаве гораздо удобнее, чем на джойстике. По крайней мере для меня. Для каждого по-разному. Поэтому никто не может спорить в этом. Конечно, я признаю, летать на вертолете и на самолете мне проще на джойстике. Но... Гонять, управлять машиной и стрелять мне будет гораздо проще на ПК. Играть тем, что есть мышка. Многие считают, что... Консольщики... У них хуже качество. Ребята, повторяю. Даже если вы поставите два монитора... Чем я, кстати... Что я, кстати, сделал? Я поставил монитор от PS4 и поставил монитор ПК рядом. В общем, разница в графике минимальнейшая. Чтобы вытянуть ультры GTA 5, вам нужно как минимум иметь ПК неимовернейший. Чтобы у вас была видюха только на 4 гига. А... А пираты было и... Того больше считаю. Два раза было. Восемь апиратов. Вот... Прост должен быть... Ай-7, ай-5 где-то так. Чтобы у вас все это тянулось. Я не считаю... Плойка что? У них как все пошло, так все. У них 30 FPS стабило. Но есть люди, которые играют. У меня, кстати, есть друг... Вот, кстати, такая ситуация. У меня друг есть, который играет на видеокарте гиговой. Конечно, можно играть. Но... Там... Качество не лучше, чем плойка третья. И то на плойке третьей мы знали, что там есть ровно 30 FPS. Не ниже, не выше. Ну, может быть и было выше, но я не замечал. Что это... Я... Я только что убил орла. Окей. Вы знали, что... Нету ниже и нету выше. А на ПК что? На ПК, друзья, у вас может быть ПК реально слабый. И... 30 FPS для вас покажется раем. Я сейчас играю на высоких почти всех. Кроме... Ну, считай, на ультра почти везде, кроме одного пункта. То есть основные текстуры у меня стоят высокие. То есть у меня, считай, то же самое, что и на PS4. И я... Ну, не вижу смысла им иметь разницу с тем, что... Ну, PS4 и... ПК... Нету разницы. Я уже долгое время пытаюсь ее найти. Но все, что я нашел, это... Маленькое изменение травки. Небольшое изменение насыщенности. Буквально капельку насыщенности изменяется. И все. Ничего более. Ничего более. То есть, вы понимаете, разницы в этом особой нету. И... Зачем говорить то, что... Кто ты из... О, все. Отлично. Я... Твою мать. Ладно. Потрачено. В чем смысл? Смысл в том, что... Давайте обсудим те факты. Те, что... Вид от первого лица. На плойке, на машине, на вертолете, на самолете... Вот... Во время стрельбы. Что? Правильно. Это было нереально ужасно. И... Просто это бесило. Каждую секунду ты хотел застрелиться. На PS3... Вид от первого лица нету. Его не было, не будет. Ничего с ним не станет. Поэтому, что правильно, ты на это забил. Эээ... Иксбокс 360. Иксбокс 1. Они тоже различаются. Но там различие только в графе. Так. Вид от первого лица. Я считаю, что на ПК... Именно на ПК вид от первого лица... Он гораздо круче. Потому что первая мышка... Гораздо проще на мышке, я считаю, так делать. Так. Я возьму-ка что-нибудь с глушаком. Конечно, все это круто анимировано. И все это круто смотрится. Но я не считаю, что... Вид от первого лица... Это для консолей. Я лично думаю, что вид от первого лица... Это было сразу портировано для того, чтобы играть на ПК. С самого-самого начала все было предназначено для ПК. И поэтому я считаю, что это было... Приспособлено для любителей ПК-версии. Эээ... Говорить, что... Проигрыш во времени тоже не стоит, так как... На... Те же ограбления посмотреть, то они вышли буквально недавно. И... Прошло буквально... Ну... Ну... Не самое долгое время. И прошло, считай... Ну... Где-то. Ну... Месяца два прошло от ограблений. Поэтому мы, считай, точно так же ждали ограбления два года. Но в основном... Я играл... В GTA V. Именно первый раз я прошел сюжет. Второй раз... Я не проходил сюжет. Я... Так... Ну... На плойке я... Проходил сюжет, но по-своему уже. Так, шесть тысяч. Нормально. Вот, само по себе... Рандомность GTA это... Довольно весело. Онлайн... Онлайн-онлайн. Что онлайн? Я считаю, что онлайн на ПК гораздо лучше. Давайте заметим ту тему, что... Это опять... Ограбление. Это очень проблемная тема, потому что... Четыре человека и найти четырех... Томатомных персонаж... Ну, людей, которые смогут нормально тебя поддержать. Это... Проблематично. Помимо того, что... На ПК сейчас народу не так много, как на Плейстейшене. И на Иксбоксе, ну то есть на серверах... Майкрософт и Плейстейшен. Поэтому тут... Народ почти вообще не находишь. Потом. Такой факт. Ммм... Сервера... Сервера на ПК падают чаще, чем на Плойке и на Иксбоксе. На Плойке у меня сервера падали только в день релиза. И... Все. В основном только в день релиза падали сервера. Прям дал. И это было заметно. А вот на ПК сервера падают довольно часто. И скорее всего это из-за того, что сейчас был поставлен кстати рекорд. И который... И я что и удивился. А он оказывается этот рекорд превзошел доту, когда в доте бывает рекорд онлайна сразу 900000. И... Я кстати тогда был поражен то, что реально так много народу играет в доту одновременно. Это считай... Считай весь город наш зайдет. И все. И будут играть сразу. Там неплохо так напрягается сервер. А в GTA как раз таки был рекорд. Как раз таки в тот день, когда начинали лагать сервера ТАЛО. Это был Лимон 100. То есть считай на 200 тысяч человек больше, кто зашел в игру. Это немовернейшая цифра. Это считай больше с моего города. Не или меньше. Ну именно коренных жителей моего города. И... Блин. На серверах Rockstar именно сделаем так, что на ПК они падают чуть ли не каждую неделю. По два раза. И это ужасно раздражает. Тем временем на плойке и на иксбоксе они не падают. Тут можно сказать, что ПКшники что сделали правильно заснули. Но... На серверах... Как бы так... Нету различий. То есть в обоих случаях пока что проигрывают ПКшники тем, что... Не похуй. Плойка первая. На третьей плойке все что было это была ужатая графика и все. Все то же самое. Был тот же сюжет. То же самое было. Те же текстуры и те же локации. Так что особой разницы нет. На плойке есть такая фича. То есть... Ты мог заходить в гараж и брать машины. Новые. На ПК фича другая. На ПК все гораздо круче. Ты эти машины можешь найти просто ездящие на улицу. То есть абсолютно любая машина кроме LGR8 она находится... Ну она просто ездит по городу. Ты ее можешь найти где угодно. Так что в этом можно сказать по реалистичности... Что? Правильно. Консольщики соснули. Можно сказать сейчас... По моему... Находимся консольщики и ПКшники в одном положении что игра и там и там хороша и особо говорить что она где-то хуже. Не стоит по моему. У тебя еще раз? Нет. У меня есть еще раз? У меня есть еще раз? Нет. Мое мнение это... Ни ПКшники. Ни консольщики не соснули. Потому что... Игра была с самого начала хоть и на ПК, но... В основном... Ну сказать мое мнение таково что... Выигрыши только Рекстар. От того что идут споры между консольщиками и ПКшниками нету никакого. Наоборот с вами был Задрот. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. И все. Это был мини рандомчик по поводу GTA 5. В общем-то это было мнение. Ну и все. Слушай, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok.